И также после того, как в рамках своих проектов проведут мини-исследования, они будут совместно с экспертами разрабатывать аналитические записки, аналитические доклады на основе тех данных, которые соберут. И эти уже аналитические записки и доклады послужат непосредственно документом, который будет их дорожной картой, для того, чтобы они уже адвокатировали и какие-то решения улучшали ситуацию у себя в регионах, в стране, в Казахстане. То есть у всех разные проекты. В целом все проекты касаются так или иначе прав человека. Но в целом у всех разные цели. У кого-то экология, у кого-то права женщин. Поэтому очень такие разнообразные мы отобрали проекты, чтобы затронуть как можно больше населения. Ну и в конце у нас планируется финальная конференция, на которую уже мы будем делиться в целом историями успеха проекта, каким-то обмен опытом, мастер-классы будут проводиться различные. Это уже будет последний год проекта, в 26-м году. Не хотелось бы задерживать ваше внимание, потому что времени так мало. Поэтому, если у вас есть какие-то дополнительные вопросы, здесь вот мои контакты, можете писать мне. Либо сейчас в чат можете какие-то вопросы задавать, если у вас остались, чтобы не отнимать время непосредственно самого вебинара. Всем спасибо. Передаю слово Сави. Добрый день. Здравствуйте. Всем привет. Вижу знакомые лица в участниках. Всех очень рада приветствовать. Меня слышно нормально? Вот я тут говорю. Все. Спасибо большое, WPR, что меня пригласили не только сегодня, но в целом пригласили в этот проект. Я с большим удовольствием разрабатывала это руководство, потому что, и как я в самом руководстве тоже указала, что в свое время, когда я начинала проводить какие-то исследования, мне не хватало какого-то такого одного цельного документа, где можно найти какие-то подсказки, как эти исследования проводить. В целом, если немножко коротко о себе, с кем мы не знакомы, я уже сколько лет, больше скоро будет 20 лет, как я занимаюсь различными исследованиями. Последние 7 лет я ушла в журналистику данных. Я практикую, я сама пишу дату журналистка, делаю журналистские всякие исследования, даты материалы, и параллельно провожу различные тренинги для центрально-азиатских журналистов, не только в Центральной Азии, у меня еще в копилке есть и журналисты из Монголии прекрасные. И также я занимаюсь менторством различных мини-исследований, различных дат журналистских материалов, различных исследований в области правозащиты и так далее. И в 2021 году наша команда журналисток и журналистов выиграли мировую премию по дат журналистике, она называется The Sigma Awards, за исследование о фемициде в Кыргызстане. Возможно, многие из вас о нем слышали хотя бы немножко, или даже его читали. Сегодня я еще немножко о нем расскажу. Формат сегодняшнего мероприятия, который как будто бы тренинг, но как будто бы вебинар, потому что время немножко ограничено. У нас будет следующее. У нас он будет состоять из двух частей. В первой части я расскажу какие-то основные идеи из руководства по методам сбора данных. А во второй части мы посмотрим совместно, практикуемся, каких ошибок нужно избегать при интерпретации данных и попробуем что-то рассчитать в Google таблицах. Я не знаю, какая у нас сегодня аудитория в целом, но я думаю, что в основном какое-то там понимание работы в Excel или в Google таблицах у нас есть, но даже если нет, это не страшно. Покажу, расскажу, как этот инструмент использовать. Сейчас я предлагаю начать. И начнем мы с первой части, где я расскажу про методы сбора данных. Я предлагаю немножко, поскольку нас не так мало, скажем так. Я предлагаю это построить в формате, что я буду делать паузы во время презентации и спрашивать, есть ли какие-то вопросы. Потому что, к сожалению, когда я презентую, мне особо не видно чат, не видно ваших рук и так далее. Поэтому я просто делать буду паузы, и вопросы, если по ходу дела будут возникать, вы можете еще в чатах писать. Я буду на них в паузах отвечать. Хорошо. Есть ли сейчас какие-то вопросы перед тем, как мы начали? Можете голосом спросить? У Данияры нет, у Али тоже нет. Ну, хорошо. У Айман тоже нет. Ну, все. Тогда давайте сейчас я шерну презентацию. Так. Все. Надеюсь, видно. Если не видно, скажите. Хорошо. Ну, давайте начнем. Вообще, вот данное руководство, как уже и я, я здесь немножко упомянула, оно рассчитано было на… для тех людей, которые занимаются вот так называемыми, мини-исследованиями. Мы это так назвали. Потому что… Почему для этого нужно делать отдельный руководство? Потому что обычно большие социологические, исследовательские компании, они обладают значительными ресурсами для того, чтобы проводить масштабные исследования, да. А у нас, как правило, там, у журналистов, у фриланс-исследователей или исследовательниц, таких ресурсов нет. Наши ресурсы ограничены. Ограничены, как правило, мы и во времени, и в финансовых ресурсах, и в ресурсах, скажем так, такого нетворкинга, да. То есть у нас ко многим данным, ко многим выборкам просто нет доступа. Поэтому мы фокусировались в данном руководстве в основном на вот таких вот, знаете, исследователях, правозащитниках, несколько, скажем так, камерных, да. Когда у нас нет больших ресурсов, что же мы можем сделать, да. И что мы можем сделать в первую очередь, это вообще понять, что такое данные, какие они бывают. В целом данные — это что-то, что в нашей жизни встречается ежедневно и постоянно. Любой наш шаг — это уже какая-то информация, это какие-то данные. Единственное важное отличие данных от информации в том, что данные — это зарегистрированная информация. То есть это что-то, что имеет какой-то структурный вид, или это что-то, что где-то записано. Потому что если я что-то говорю, например, я скажу, там, я не знаю, у меня рост метр семьдесят два, то это будет просто информация. Но как только я это запишу даже хотя бы в своём блокноте, напишу, САВИА РОС-172, это уже становится данными. Данные очень важны. Они помогают нам принимать решения. Они помогают нам делать какой-то анализ. И данные бывают совершенно различных типов. То есть те же самые тексты, те же самые видео, те же самые песни и всё такое — это всё данные. Мы же, как исследователи, в основном мы анализируем числовые и текстовые данные. Редко, когда мы имеем дело с аудио- или видеоданными, именно с точки зрения их анализа. И если говорить о числовых и текстовых данных, то у них существует множество классификаций. Для чего важно понимать классификацию? Исходя из того, какие у вас данные имеются, существуют различные методы и способы обработки или анализа этих данных, различные программные обеспечения для анализа этих данных. Немножко коротко, если сказать о классификации данных, то в первую очередь это количественные и качественные данные, первичные и вторичные. Что такое первичные данные? Первичные данные — это данные, которые мы создаём сами. Например, если вы будете проводить в рамках своих исследований какой-то опрос и получите какие-то данные из этого опроса, это будут ваши собственные созданные первичные данные. Вторичные данные — это те данные, которые до нас кто-то создал, кто-то их сделал. Самый простейший пример — это статистика. То есть это те данные, которые уже за нас создали, мы их потом используем. Почему я так подробно об этом основываюсь? Просто чтобы у нас было понимание этой терминологии, потому что дальше я её буду использовать. Открытые и закрытые бывают данные. Открытые данные — это те данные, которые могут свободно использоваться и распространяться, и их можно скачать в интернете. В основном это все те данные, которые публикуются на каких-то статистических порталах, на порталах международных организаций. Я не знаю, данные, которые публикуются отдельно на порталах открытых данных. В Казахстане есть такой портал, в Кыргызстане начинали его запускать. Сейчас, надеюсь, его возродят и так далее. Закрытые данные — это данные, которые вы можете получить, например, по запросу. То есть те данные, которые вы вынуждены запрашивать у государственных организаций каких-то, или же данные, которые вы должны покупать. Такое тоже бывает. Динамичные и статичные данные. Динамика, думаю, мы все знаем этот термин. Динамичные данные — это данные, которые изменяются во времени. Например, численность населения по годам. Статичные данные — это данные на какую-то конкретную дату. Например, численность населения Казахстана на 24 октября 2024 года. Структурированные и не структурированные данные — это те данные, которые записаны в каком-то табличном виде. Мы в наших с вами исследованиях всегда опираемся, в основном опираемся на структурированные данные. И здесь важно не путать, например, текстовые данные, которые нам как бы кажутся, а не просто в виде какого-то текста идут, тоже могут быть структурированы. Это такой каратенечко-экскурс в то, какие данные бывают и что вообще это такое. С чего же нам начинать сбор этих данных? И вот здесь самое важное, пожалуй, с чего нужно думать о том, как данные собирать, это постановка цели. Для чего мы эти данные будем собирать? То есть в чём цель нашего исследования? И, допустим, если вспомнить наше исследование о фемициде, если кто-то не знает, то фемицид — это термин, который обозначает гендерно-мотивированные убийства женщин и девочек. То есть когда женщин и девочек убивают из-за каких-то стереотипных, дискриминационных установок, патриархальных установок. И вот когда мы, например, решили изучить эту тему и провести это исследование, мы для себя определили такую очень чёткую цель, сказав, что мы будем изучать эти убийства для того, чтобы понять, отличается ли, скажем так, пространство, где женщин убивают в Кыргызстане, такой сеттинг, от общемировых тенденций. Потому что общемировые тенденции уже, они чётко говорили о том, что женщин в основном убивают условно до дома, то есть убивают их ближайшие, например, мужья, ближайшие интимные партнёры, например, мужья или ещё кто-то. И вот наша задача была понять, происходит в Кыргызстане точно так же или нет. Поэтому, когда мы ставим вот эту цель, если она у нас чётко, измеримо обозначена, нам проще потом понимать, какие данные, где и как собирать. После того, как мы обозначили эту цель, нам нужно как раз-таки выбрать вот этот вот дизайн нашего мини-исследования, которых на самом деле бывает три. Это качественные исследования, которые нацелены на какие-то глубинные, на какое-то глубинное изучение различных причин, мотивов, контекстов поведения или так далее. Количественные исследования, которые как раз-таки позволяют проводить какой-то количественный анализ, тестировать гипотезы, выявлять какие-то закономерности и тенденции. И смешанные исследования, которые комбинируют два вида этих исследований. В зависимости от того, какое дизайн-исследование вы выбрали, такие методы сбора и анализа данных вы будете использовать. Например, как здесь указано в нашей таблице, для качественных исследований в основном мы используем методы сбора данных, такие как интервью, фокус-группы, какие-то текстовые, сбор каких-то текстовых данных. И как следствие и анализ. Мы проводим какой-то тематический анализ, контент-анализ, анализ нарративов и так далее. Для количественных исследований основные методы сбора данных – это сбор первичный, это создание своих собственных баз данных через запросы, анкеты, или же я покажу сегодня дальше, как еще данные можно собирать, как можно свои собственные баз данных создавать. И использование вторичных данных, то есть это анализ статистики, анализ данных каких-то исследований, анализ других каких-то баз данных, которые создали и так далее. И здесь мы уже используем количественные методы анализа, это какой-то статистический анализ, мы создаем регрессии, вычисляем корреляции, используем описательные статистики и так далее. Ну и в смешанных мы используем два этих вида сбора и анализа данных, можно использовать их параллельно, можно использовать их последовательно. После того, как мы определили цель нашего исследования, нам важно понять, каким оно будет. И уже от того понимания, каким оно будет, ты четко понимаешь, как и где ты будешь собирать данные. Например, в случае с нашим фемицидом, мы четко понимали, что это будет абсолютно количественное исследование. Наша задача была в том, чтобы создать свою собственную базу данных убийств женщин и при помощи количественных методов анализа прийти к каким-то выводам и каким-то сравнениям. Так, на этом моменте есть какие-то вопросы? Сейчас я посмотрю, вот чат. Вроде нет. Или есть? Даниэр сегодня за всех отвечает. Отлично. Хорошо, спасибо. Тогда перейдем, давайте посмотрим поподробнее о методах сбора данных. Какие я уже упомянула, то есть в нашем руководстве мы в основном фокусировались на количественных исследованиях и на количественных методах сбора данных, потому что, ну, во-первых, это то, что более доступно, и это то, в чем мы больше понимаем и, по крайней мере, собрать какие-то количественные данные. Ну, то есть здесь вообще больше понимаем, как это анализировать, потому что, например, для методов качественного анализа это, ну, это, скажем так, это вообще не наша специализация, и это отдельная, как бы, вообще отдельный пласт ученых, которые занимаются качественным анализом. То есть не все так просто. Поэтому руководство у нас фокусируется на количественных методах сбора и количественных методах анализа. Начнем мы, пожалуй, с опросов и анкет. Я вообще хочу немножко, чтобы у нас был тоже интерактив, поэтому я думаю, сейчас я буду задавать какие-то вопросы, может быть, действительно голосом, если кто-то захочет ответить, будет хорошо, но если удобно, можно написать будет в чат. когда вот самым важным элементом при сборе данных при помощи опросов является создание вот так называемой сбалансированной анкеты. Очень часто среди моих ментий или с кем-то вот, чьи анкеты я смотрю, в этих анкетах есть какие-то ошибки, которые, на самом деле, легко пофиксить, причем ошибки как с точки зрения того, как, скажем так, как создана эта анкета для потребителя, то есть она может быть, например, слишком сложной, но также и ошибки в том, как эта анкета создается для самого аналитика. Она может быть построена таким образом, что ее сложно анализировать. И вот задача сбалансированной анкеты состоит в том, чтобы сделать ее максимально привлекательной для респондентов, но в то же время сделать ее такой, чтобы она позволила нам получить максимум нужной информации. Прежде чем приступить к подсказкам, что сделать для сбалансированности анкеты, я напомню, какие вопросы бывают в анкетах. Первый тип вопросов — это закрытые вопросы, которые предлагают респондентам выбрать ответ из какого-то списка, которые мы им составили заранее. Открытые вопросы, которые позволяют респондентам самим написать ответ на данный вопрос. И так называемый полузакрытые вопросы — это когда у нас есть закрытый вопрос, но при этом мы добавляем еще возможность написать респонденту свой собственный ответ, чаще всего, например, включая пункт «Другое». Почему важно это понимать? Вот, кстати, примеры закрытых-открытых вопросов. Например, укажите ваш уровень образования. Здесь должно быть три выше. Среднее, профессиональное, выше. Это классический... Какой вопрос? Кто может сказать? Закрытый. Закрытый. Да, это классический закрытый вопрос. Напишите ваш уровень образования. Это открытый вопрос, где нужно просто ручками написать. И укажите ваш уровень образования. Здесь вариант другой, который предполагает, что респондент что-то напишет. Это так называемый полузакрытый вопрос. Почему важно это понимать? Да. Потому что самое первое правило для создания сбалансированной анкеты — это задавать как можно больше закрытых вопросов. То есть вопросов типа, когда все варианты ответа заранее исследователям или исследовательницей прописаны. Кто может подсказать, почему? Почему мы рекомендуем как можно больше закрытых вопросов задавать? Ограничивается вариативность ответов. Да, ограничивается вариативность ответов. Это для кого хорошо? Что происходит? Да. В первую очередь, чем меньше вариантов ответов, тем проще нам анализировать. Что-то еще были какие-то другие мнения? Ну, проще самому, кто заполняет анкету. Тоже. Тебе дали, ты выбираешь, и не надо что-то придумывать. Все правильно. Да. Что-то какие-то еще? Больше шансов, что большее количество респондентов ответит. То есть, больше охват будет. Все правильно. Легче обрабатывать, более четкая картина, время, экономия, да. Открытые вопросы могут разных вариантов, занимает дольше времени до анализа. Да, все совершенно правильно. Чем больше закрытых вопросов, тем в более выгодном положении находится как респондент, так и интервьюер. Конечно, очень часто мы, как исследователь, не можем все варианты ответа предусмотреть. И нам приходится прибегать к вариантам ответа в другое, что нормально. Но мы не забываем, что если мы проходим опрос, а это не интервью, то нужно делать дизайн этот вопрос таким образом, чтобы вот даже часто я вижу, например, сталкивались ли вы с какими-то барьерами, например, при осуществлении предпринимательской деятельности. И вариант «да», «нет». И потом, что вы можете порекомендовать, чтобы эти проблемы решить. И когда исследовать... Ну, естественно, там очень много текста. Кто-то пишет, а кто-то не пишет. Гораздо больше людей не пишет. Варианты очень мало людей любят, что вообще писать. Особенно сейчас, да. И потом, когда я смотрю, как исследователи анализировали, большинство из них просто игнорируют этот анализ. То есть они его не делают. Для галочки у них заполнили. Где-то они взяли какие-то цитаты. Но, по сути, если мы просим заполнить этот вариант ответа, эти варианты ответа — это тоже та же самая единица данных. Эти данные мы тоже должны анализировать. Иначе для чего мы их просим заполнять? Просто для галочки какой-то или просто для того, чтобы дать возможность респонденту высказаться? Нет. На мой взгляд, это неправильный подход. То есть это та же самая единица данных, которые нужно включать в анализ. Это часть ваших данных. Поэтому, да, стараемся задавать закрытые вопросы. Но в случае, если это невозможно, точно так же мы берем эти открытые ответы в наш анализ. Следующая подсказка — это не задавать слабых вопросов. Что такое слабые вопросы? Ну, первый слабый вопрос — это так называемый наводящий вопрос. То есть это вопрос, в котором уже есть какое-то мнение. Следующий слабый вопрос — это двусмысленный вопрос. Это вопрос, когда... в котором предлагается оценить две какие-то вещи. Или он имеет два каких-то смысла. То есть ты задаешь респонденту вопрос, на который нет какого-то четкого ответа, потому что в самой формулировке вопроса нет четкого вопроса, скажем так. И предвзятый вопрос — это вопрос, в котором вам фактически намекают и говорят, что нужно ответить. Он отличается от... он похож. Это такая сестра или брат наводящего вопроса, но он, скажем так, более прямолинейно говорит тебе, что ты должна ответить таким образом. Давайте рассмотрим примерчики. Считаете ли вы арендную плату за вашу квартиру завышенной? Как вы думаете, какой этот вопрос? Ну, то есть это... Во-первых, это сильный вопрос или слабый? Как вы думаете? Это слабый вопрос, и это предвзятый. Ага. Здесь 99% ответит, да. Так, какие еще варианты есть? Вот пишут, наводящий, да, есть вопрос? Да. Так, хорошо. Следующий вопрос. Мы обсудим. Каково ваше мнение о ценах на аренду и покупку жилья в Казахстане? Как вам этот вопрос? Слабый, сильный? Открытый, слабый. Это вопрос слабый. Это какой вот из тех трех, как вы думаете, какой это вопрос? Давайте покажу. Наводящий, двусмысленный, предвзятый. Двусмысленный. Каково ваше мнение о ценах на аренду и покупку жилья в Казахстане? Какое вы сказали? Иногда получается двусмысленный, скорее всего. Двусмысленный. Ага. Наводящий. Ага, хорошо. Так, еще какие варианты? Двусмысленный. Ага. Ой. И третий. Что вы думаете о государственной ипотечной программе, которая уже не раз доказала свою эффективность? Наводящий вопрос. Это вопрос от, в общем, мы знаем, да, кого? Так, наводящий, якобы она эффективно предвзятый. Так, ну давайте, давайте разберем. В общем, мне кажется, вот каково ваше мнение о ценах на аренду и покупку жилья в Казахстане? Здесь все достаточно просто. Это реально двусмысленный вопрос, потому что аренда и покупка – это две совершенно разные категории, это два совершенно разных опыта, это две совершенно разные цены, да, и здесь респонденту приходится выбирать, он будет отвечать про аренду или он будет отвечать про покупку. То есть это две совершенно разные вещи. Это вопрос двусмысленный. Что касается двух остальных вопросов, ну, по моему мнению, считаете ли вы аренду и оплату за вашу квартиру завышенной, это все-таки наводящий вопрос, нежели предвзятый, потому что он как бы тебя, да, подталкивает немножко в сторону как бы завышения, то есть тебе как бы уже намекают, что скорее, ну, какое-то мнение в вопросе есть. А вот что вы думаете о государственной ипотечной программе, который уже не раз доказал свою эффективность? По мне, так это супер предвзятый вопрос, который просто тебе уже говорит, что вот как ты можешь иметь вообще любое другое мнение, если это такая суперэффективная программа. Она тебе уже, тебе уже как бы говорят, что эта программа эффективна, значит, твое мнение должно подтвердить эту эффективность. Вопрос. Как можно было бы первый вопрос, считаете ли вы арендную оплату за вашу квартиру завышенной, переделать и сделать из этого вопроса сильный вопрос? Можно добавить? Да. Вы арендную оплату за вашу квартиру завышенной или приемлемой, ну, как-то, какой-то вариант такой дать? Ну, то есть, как бы, перечислить все варианты в самом вопросе? Или, может быть, как-то, вот, то есть, вы мыслить в правильном направлении, но как-то вот его прямо упростить еще и сделать... Ну, то есть, считаете ли вы свою арендную оплату приемлемой? Как-то так. Какой вы считаете свою арендную оплату? Считаете ли вы... А, простите. Да. 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 Бекмарза, я слышу, да. И дополнить хотел Роман, кажется? Нет? Я считаю, что вопрос должен быть поставлен, чтобы он стал правильным. Считаете ли, вопрос должен быть поставлен... То есть, здесь вариант ответов. То есть, какой вы считаете вашу арендную оплату? А. Низкая, Б. Средняя, Б. Завышенной. Да. То есть, в этом случае, вот так вот. Да, да, да. Все правильно, все правильно предложили. То есть, ты просто в этом случае, ты просто задаешь вопрос. Какое ваше мнение, вот, Андраник тоже в чате предложил, какое ваше мнение о ценах на аренду, да? Или можно конкретизировать об аренде там вашей конкретной квартиры и варианты ответов перечислить. Ну, то есть, вот такие важные вещи при формулировке вопросов нужно обязательно соблюдать. Помимо того, что вопросы сами должны быть сбалансированными и сильными, но также варианты ответов, которые мы предлагаем, они должны быть сбалансированы. Допустим, вот мы возьмем вопрос, что вы думаете о государственной ипотечной программе, которая уже не раз доказала свою эффективность. То есть, сделаем из этого вопроса сильный вопрос и, например, спросим просто, что вы думаете о государственной ипотечной программе, да? Или каково ваше мнение об эффективности этой программы? Нам нужно еще подобрать сбалансированные какие-то ответы. Иногда бывает такое, что нашим респондентам предлагается какое-то очень узкое количество вариантов, люди, мы очень сомневаемся, сомневающиеся, не всегда для нас только черное или только белое. И если, например, мы дадим нашим респондентам вариант эффективно и неэффективно, большинство людей не смогут точный какой-то дать ответ на этот вопрос, потому что тебе хочется всегда как-то, может, посередине. Ну вот здесь она эффективна, а вот здесь неэффективна. Вот как-то очень такие однозначные ответы зачастую респонденты давать не могут. Точно так же очень часто бывает, что людям не дается достаточное количество ответов в разных полюсах, да? Как, например, вот здесь во втором примере она высокоэффективна, относительно эффективна или не знаю. В данном примере нет варианта ответа, что она неэффективна. То есть тоже, да, мы знаем, кто эти варианты предлагает. Поэтому мы, помимо того, что у нас должны быть сбалансированы вопросы, мы не забываем еще о качестве наших ответов. Они должны быть сбалансированы и максимально давать какой-то простор для фантазии нашего респондента. Но, конечно, тоже нужно помнить, что сбалансированность ответов, простите за эту автологию, должна быть сбалансирована. Да, то есть нужно знать какую-то меру, не стараться делать, чем больше вариантов ответов, тем лучше. Нужно вот находить какую-то золотую середину. Хорошо? Хорошо. Теперь, в чем разница, да, между анкетой и опросом? Я думаю, все знают, да, что анкета — это инструмент, а опрос — это сам процесс. После того, как мы создали сбалансированную анкету, нам еще нужно провести сам опрос, провести каким-то образом эффективно. Начнем с того, что сам опрос не должен быть сильно длинным. Мы проводили, я участвовала прошлой зимой в опросе для юристов в Кыргызстане, и вот там опрос занимал больше 60 минут. И людям было очень тяжело. То есть это не интервью, это реально был опрос. Очень гигантская анкета, и там просто на волевых люди дотягивали до конца. Но почему это плохо? Даже если твои респонденты дойдут до конца и заполняют твою эту 60-минутную анкету до конца, качество ответов ближе к концу, оно будет очень сильно снижаться. Потому что многие люди уже будут отвечать просто лишь бы ответить. Они уже будут отвечать, не думая. Они могут просто, если это не контролируемый опрос, а опрос какой-то в интернете, ставить ответы, например, просто наугад, лишь бы закончить. Тем самым вы потеряете очень много валидных данных. Поэтому 60-минутный опрос проводить не рекомендуется, мне кажется, никогда. Особенно если это опросы в интернете, они должны быть короткими. Но, опять же, да, нужно искать вот этот баланс. С одной стороны, это должен быть короткий опрос, но с другой стороны, нам нужно получить информацию. Это можно достигать путём формулировки вопросов, да, как-то вот делать эти вопросы, формулировать таким образом, чтобы можно было получить как можно больше нужной информации. То есть избегать вопросов, которые, в принципе, не дадут вам, вот, value added, да, дополнительной какой-то ценности вашему исследованию не дадут, но время у респондента заберут. Такие вопросы лучше, например, опускать. Если онлайн-опрос вы проводите, нужно внимательно отнестись к тому, какой вопрос вы делаете обязательным, какой необязательным. Бывает такое, что мы поставим на всё обязательное, то есть, и вы знаете, да, что если это онлайн-анкета, то просто, если человек не ответит на обязательный ответ, его дальше система не пустит, и он не сможет, например, перелеснуть страничку или он не сможет, сабмит, да, сдать эту анкету, и это будет приводить к большому количеству отказов. То есть люди будут начинать проходить, потом они не будут знать ответ на какой-то вопрос, а он будет обязательный, и они просто будут закрывать эту анкету. Поэтому очень внимательно. То есть я знаю, что для большинства исследователей очень важно получить ответы на какие-то вопросы, и мы прям, у нас рука тянется сделать этот вопрос обязательным, чтобы его не пропускали, но в этом случае вы рискуете не получить вообще этого респондента себе. Поэтому внимательно думайте, что делать обязательным, что делать необязательным. протестируйте анкету. Мы всегда, когда я со своим журналистом, исследователями работаю, я говорю, разошлите 10-20 человек обязательно, чтобы у вас был пилот, чтобы люди прошли эту анкету. Ну ладно, 20, наверное, загнуло, иногда выборка 20 человек. Но, в общем, в зависимости от того, дайте своим родным, друзьям, коллегам, чтобы они прошли эту анкету, дали вам фидбэк, насколько она сложная, насколько она длинная, все ли вопросы понятны, все ли было логически, последовательно вопросы, ничего ли не смутило, или так далее. Запишите весь этот фидбэк, учтите. И в чем еще плюс тестирования анкеты? Это позволяет вам примерно засечь, сколько времени будет у респондентов занимать прохождение этой анкеты. И вы можете эту оценку времени для прохождения этого опроса дать своим респондентам, когда вы будете говорить, запомните мой опрос, он там занимает 5 минут максимум, допустим. Это важно. Для меня, я заполняю сама очень много опросов, для меня важна вот эта честность, когда я вижу, когда меня просят запросить, пожалуйста, если это какой-то экспертный опрос, для меня важно, если вначале мне написали, что это сложная анкета, она займет 30 минут, но для меня важно, чтобы она заняла 30 минут, а не 60. И поэтому, я думаю, это такое правило хорошего тона. Раз. Два. Это опять же, вы можете завлечь свою аудиторию, если у вас короткие опросы, скажите, что это короткие, 5 минут уделить своего времени и так далее. Но если это длинный опрос, тогда тем более вам нужно человеку объяснить, что вот сейчас какую-то часть своего рабочего времени он должен уделить вашему опросу, этот человек должен понимать, сколько уйдет у него на это рабочего времени. И последняя важная для опроса штука, это логика анкеты. Важно, чтобы вопросы логически шли и вытекали друг из друга, чтобы они не скакали, что если вы сейчас, например, на какой-то странице вы спрашиваете про одну какую-то тематику, то нужно все спросить про эту тематику сразу, потому что наш человеческий мозг работает таким образом, что когда, скажем так, у нас просят какую-то структурированную информацию, нам проще это все выдать до раз, закрыть этот гештальт и пойти дальше и что-то делать дальше, чем скакать отсюда и отсюда, больше, максимально качественной информации наш мозг выдаст, если у нас будет все в одном месте, если мы будем отвечать все в одном месте по какой-то определенной теме, допустим. Обычно анкета состоит как минимум из трех частей. Это вводная часть, то есть мы всегда должны описать для кого это анкета, что за проект, кто автор, как будут использоваться эти данные, анонимный это опрос или не анонимный, если это анонимный опрос, вы должны гарантировать эту анонимность и так далее. Потом непосредственно сам анкета и заключительный блок это какие-то демографические вопросы, которые мы задаем для того, чтобы понять, какая у нас выборка. Например, возраст, может быть, уровень образования, может быть, какой-то доход и так далее. Но тоже задавать демографические вопросы ради того, чтобы задавать демографические вопросы не нужно. Вам нужно, когда вы создаете эту анкету, понять, какие вопросы вы хотите включить в свой демографический блок, для чего вы будете включать и какую ценную информацию вам это может дать и будете ли вы это потом использовать. Недавно я принимала участие в одном тренинге, где я была тренеркой и в конце тренинга меня попросили, чтобы мои участники заполнили фидбэк-формулу. И я смотрю эту фидбэк-формулу и там очень много демографических вопросов. Я говорю, а для чего вот это вы собираете? У вас же одна и та же аудитория. То есть это вот примерно как ваша школа тоже, да, там в течение года несколько тренингов проходили люди и каждый раз заполняли один и тот же демографический блок. Я говорю, зачем? Они говорят, ну требования доноров. Хотя это нигде не используется. Они вот один раз уже заполнили это и всё. Зачем как бы заставлять людей из раза в раз это заполнять? То есть это неэффективный вопрос. Имейте это в виду с демографическим блоком такая вот история. Подумайте, нужен он вам? Если нужен, то как вы это будете использовать? И будете использовать ли вообще или нет? Хорошо? Так. Что у нас дальше? Интервью. Я сейчас остановлюсь на секундочку спросить, есть ли вопросы, посмотрите чатик. Так. Так. Можно ли в дальнейшем получить вашу оценку об опросе? Не знаю. Это надо с Азизой поговорить. Давайте это мы обсудим, может быть. Вы напишите вот Азизе, а мы с Азизой поговорим на этот счёт. Ну то есть после вебинара. Мы такую возможность ещё с Азизой не обсуждали. Вот. Но обсудим. Хорошо? Ещё какие-то вопросы? Нету. Хорошо. Да, переходим к интервью. Чуть-чуть я ускорюсь, потому что у нас там ещё такое интересное есть блог. В общем, интервью. Сейчас какой-то вопрос. Запись будет? Да, записывается. Яна, мы записываемся. А можно один вопросик маленький? Да. Да. А требования к количеству респондентов? Онлайн-опроса, допустим, какого онлайн-опроса? Сколько должно быть, допустим, какие-то требования есть? Это вопрос выборки вообще. Вот в руководстве у меня есть большой целый раздел, посвящённый выборке. Я сегодня решила об этом не говорить, потому что это достаточно много времени занимает. Но в целом, я... Давайте так скажу. Выборка должна быть сбалансирована тоже. Она должна быть репрезентативна в целом. И есть онлайн-калькуляторы, вот чтобы просто упростить нам жизнь, они там в руководстве это есть. Есть онлайн-калькуляторы, которые позволяют вам рассчитать, сколько людей вам нужно опросить в зависимости от того, сколько людей составляет ваша генеральная совокупность. Вот. Это как бы сложно. Тут вопрос в том, что мы не всегда знаем, сколько людей составляет наша генеральная совокупность. Но в целом есть подходы, которые могут помочь вам в определении необходимого количества людей, которые вы должны опросить. Но там вопрос даже и не только количества, но и вопрос того, какие характеристики будут у этих людей. Да, то есть если вы делаете какой-то общий опрос, вам нужно обеспечить, чтобы там были и женщины, и мужчины, и разные возрасты, и разные регионы и так далее. Только в таком случае вы можете претендовать на какую-то репрезентативность. Есть еще такое понятие, как поточная выборка, где мы просто как бы запускаем опрос и всех подряд опрашиваем, но там тоже есть большие ограничения, потому что результаты этого опроса, как правило, они немножко смещены. То есть они на самом деле не так сильно достоверны с точки зрения их репрезентации, генерализации на население или на что-то. Поэтому к ним нужно, к интерпретации этих результатов нужно подходить очень осторожно и говорить, что вот мы просто опросили столько-то людей, получили столько-то мнений, но вот какие-то ограничения у этого опроса есть, потому что там люди, мы не знаем, кто эти люди, как они выбирали отвечать на наши анкеты, то есть могут быть какие-то смещения. В руководстве я про это говорю. Спасибо. Хорошо. Так, интервью. Коротко про интервью. Это тоже метод сбора данных, и поскольку я вижу, тут у нас есть журналисты, я просто для журналистов скажу, что в случае интервью как метод сбора данных это не то интервью, которое мы делаем в рамках журналистики, да, то есть в журналистике мы делаем интервью для того, чтобы там проиллюстрировать какие-то наши данные, проиллюстрировать какие-то наши выводы и так далее. Когда мы используем метод интервью как метод сбора данных, это немножко другая тема, к этому методу нужно подходить тоже методологически, нужно понимать какие вообще виды интервью бывают, а бывают их три, структурированные интервью, это практически то же самое, что и опрос, когда у тебя все вопросы в определенном порядке задаются, ответы в определенном порядке получаются, ну, по сути это очень похоже на опрос, да, только это какое-то личное присутствие и может быть более глубокие сами вопросы, да, не такие простые. Полуструктурированное это когда у тебя есть список вопросов, которые ты подготовила или подготовила заранее, но порядок, формулировки могут меняться в зависимости от того, что отвечает тебе респондент. И неструктурированное это когда в свободной форме ты общаешься со своим респондентом. Вот самым распространенным методом, именно социологическим методом сбора данных является полуструктурированное интервью, когда интервьюер, аналитик готовится к этому интервью, он заранее обозначает те вопросы, которые он или она хотят задать, но в зависимости от того, какой ответ они получают, порядок вопросов или какой-то новый вопрос может возникнуть, это может меняться. В случае, если вы делаете структуру, в общем, в принципе, если вы делаете структурированное, полуструктурированное интервью, не забывайте, что вы в принципе должны следовать тем же правилам создания вопросов, что и при опросах. То есть вопросы должны быть сильными, они должны быть простыми, интересными, конкретными. Нужно учитывать опыт образования интереса респондента, то есть не нужно задавать какие-то вопросы, на которые респондент вообще не в состоянии ответить, потому что это не его экспертиза. Я была участницей нескольких таких интервью, когда было известно, что я не очень подхожу как кандидатура на это интервью, но все равно мне задавались какие-то вопросы, которые я говорю, я не знаю, как ответить на это вопрос. В общем, это было провальное интервью для самого исследователя, в первую очередь, не для меня. Нужно предусматривать какие-то уточняющие вопросы, то есть даже если вы проводите интервью для того, чтобы собрать какие-то данные у вашего респондента, которых вам не хватает, все равно изучите тему, чтобы можно было что-то уточнить, то есть немножко хотя бы в этой теме должны понимать, чтобы когда человек тебе что-то говорит, ты мог уточнить, правильно ли ты это понял или поняла, или ты это вообще не поняла, то есть чуть-чуть нужно разбираться, пусть даже на стадии исследования нужно разбираться в том, о чем будет говорить ваш респондент. Опять же, наводящий вопрос, но я уже сказала об этом. И есть такой еще прием, иногда используются вопросы с так называемым двойным отрицанием, например, ну разве вы не против того-то, того-то, вот, иногда в интервью споются такие вопросы, их нужно избегать, вместо них вы можете спросить, как вы относитесь к чему-то, да, то есть вот это еще один вариант слабого вопроса с двойным отрицанием, его, кстати, можно тоже туда включить, я включу потом, вот, очень важно. И последнее, что про интервью, коротко скажу, это про этику интервью, в первую очередь, мы, человек отдает нам свое ценное время, да, он не обязан это интервью нам давать, за исключением личности, которые любят там по телеку интервью давать, человек, в принципе, идет к нам на уступки или оказывает нам услугу, когда дает нам интервью, как исследователь, поэтому выбор места и время нужно отдать это право респонденту, нужно получить согласие респондента на то, что вы, ну, на то, что он вам будет это интервью давать, и что впоследствии вы его данные, его информацию будете использовать. Записывать интервью можно только, если предварительно вы получите согласие на аудио-видеозапись, то есть мы так в карман диктофон не кладем, потихаря не записываем, да, вот мы говорим, что мы записываем это интервью, и в случае, если это конфиденциально, анонимное интервью, то мы можем предложить условия анонимности и конфиденциальности, но вы должны тогда гарантировать это в будущем и всячески соблюдать анонимность вашего респондента, да, потому что, ну, к сожалению, бывают такие случаи, когда по невнимательности исследователей или журналистов, да, утекают данные о респондентах, интервью, с которыми было анонимным, и это вообще не окей. Вот. Так. Хорошо. Значит, интервью, ну, думаю, все понятно, все просто, но если... Можно вопрос? Да. Очень часто в отчетах по исследованию используется выражение «глубинное интервью». Вот из тех, которые вы показали, глубинное, оно к какому может относиться? Ну, это все. Это все глубинное интервью. Это сам метод, метод глубинного интервью. Понятно, спасибо. Хорошо. Так, перейдем к вторичным данным. Очень коротко. Я уже отметила, да, что такое вторичные данные. Это те данные, которые были созданы до нас, опубликованы и так далее. Очень часто мы их в своих исследованиях используем. Источников невероятное множество. я здесь просто несколько привела онлайн-источников, что и где можно брать. Во-первых, это вот официальная статистика, да, национальные садагентства, данные всяких министерств и ведомств. Также в организации, в которой я являюсь контрибьютором, есть эта организация называется «Школа данных Кыргызстан», организация, которая занимается продвижением дата грамотности в Центральной Азии. Собиралась вот такая база данных, источников данных по всей Центральной Азии. Здесь, ну, Кыргызстана очень много, просто потому, что мы все из Кыргызстана, да, здесь есть достаточно актуальный перечень источников данных по Казахстану, самых основных каких-то статистических данных по Таджикистану, Узбекистану, даже по Туркменистану есть одна ссылочка. Вот. Я, в общем-то, оставлю эту ссылку, презентацию мы вам вышли, можете покопаться, посмотреть, где какие данные можно найти, именно какая-то официальная статистика или данные каких-то, например, по-моему, НПО или что-то такое. И здесь же ссылки на такие большие порталы открытых данных международных организаций. Возможно, вы уже пользовались данными Всемирного банка. Это огромное разное количество различных баз данных. В частности, вот эта база данных, которая называется индикатором мирового развития, World Development Indicators, содержит информацию по всем, ну, не всем, тут не только страны, конечно, здесь еще есть регионы, здесь у них страны-регионы 266, баз данных у них 86, огромное количество различных показателей, вот их просто миллионы разных, и временных периодов. То есть здесь можно найти большое количество различных данных, только эта база данных, она вся на английском языке, можно пользоваться в принципе автоматическим там Google переводчиком, ну, я бы не рекомендовала это делать, потому что тут сразу фильтрация и поиск сбивается, то есть ты не можешь делать поиск, если ты автоматически переводишь страницу, вот, имейте в виду, и тут же есть ссылка, например, на данные системы ООН, это тоже огромный дата-портал, вот как они пишут, 32 базы данных, 60 миллионов записей, вот, это один из примеров, где можно, ой, где можно что-то найти, также можно использовать данные исследований, публикации, пейперов и так далее. Запрос, коротко, это мы уже сейчас переходим к закрытым данным, как составлять запрос на данные, тут на самом деле есть специфика, для того, чтобы вам государство или какой-то, государственный орган или какое-то ведомство ответило и дало данные, которые вы хотите, и как вы хотите, нужно немножко так основательно подойти к созданию самого запроса. Мы рекомендуем его делать максимально детальным, очень четко прописывать, какие данные, по какой территории, за какой временной промежуток вам нужны, сразу просить данные в машиночитаемом виде, потому что до сих пор, несмотря на эпоху открытых данных во всем мире, многие ведомства присылают распечатанную экселевскую таблицу на листике в конфликте по почте, и тебе, конечно, хочется плакать и всех убить, но, в общем-прочем, сразу в машиночитаемом виде эти данные, можно нарисовать шаблон таблицы, которую вам нужно использовать, и также какие-то юридические моменты отразить в самом запросе, мы знаем, что в наших странах у всех есть закон о доступе к информации в разных странах, по-разному, в рамках которых государственные органы обязаны предоставлять информацию в какие-то определенные сроки, и также рекомендуем писать контакты для какой-то быстрой связи, бывает такое, что вот пришел запрос, его отписали какой-то исполнительнице или исполнителю, и там что-то нужно быстро уточнить, и если это хороший работник или работница, они могут вам быстро написать или позвонить, сказать, вот здесь мы не поняли запрос, объясните, вот, это сэкономит ваше время, в качестве примера покажу один покажу один из запросов, который мы делали, вот так он выглядел, да, тут я кое-какую личную информацию скрыла, тут, значит, вот, запрос на предоставление информации, видите, перечислено полностью такие данные из такого-то, такого-то года, такие данные из такого-то, такого-то года, нарисовали наши коллеги даже табличку, пример таблицы на каждый из вопросов, как заполнять, то есть это тоже упрощает понимание госорганов, как вам отвечать, я помню, был у меня один запрос, в прошлом году мы делали, спрашивали у генпрокуратуры, что ли, или у кого-то, сколько было число, число суицидов среди солдат по годам за последние 10 лет, и там коллеги вот эти таблички не просто так попросили, дайте нам число суицидов по годам, и они вот так прям текстом писали, два суицида в 2010, три суицида в 2013 и так далее и тому подобное, конечно, это было максимально неудобно и для них самих, хотя, наверное, у них это есть в табличном виде, они могли вставить эту таблицу, как и для нас, нам потом пришлось вручную в таблицу эти данные вбивать. И что еще? Закон, какая-то юридическая, правовая часть, email указываем, и какие-то уточняющие информацию просим. Вот этот запрос с точки зрения его структуры, я считаю, идеальным вопросом. Имейте это в виду. Да, то есть над запросами тоже нужно поработать. Есть ли тут вопрос? Ну, вы знаете, скорее не вопрос, а вот такое замечание. Да. Иногда бывает так, что зависит специфика запроса, к примеру, если ты задаешь вопрос на какую-то специфическую тему, допустим, сенситивную, политическую и так далее, ты хоть как-то формулируй, ничего не дадут, но, ну, это тут криво. Но, тем не менее, спасибо вам, мы, в принципе, то, что вы показываете, мы точно так же такие запросы делаем, также для упрощения понимания госорганов, также табличные даже виды присылаем, просим вас заполнить и так далее, потому что понимаем, что люди, ну, точно так же очень занятые, вообще не разбираются и так далее, поэтому надо упрощать максимум. Да, супер, классно. Ну, вам спасибо за то, что вы подтвердили, что, в принципе, мы примерно правильно делаем. Так и делаем. Да, классно. Ну, мы это тоже все опытным путем для себя получали, как бы смотрели, как отвечают, где отвечают, поэтому то, что сенситивная тема, это правда, ну, тут ты ничего уже не сделаешь, к сожалению, приходится находить данные из каких-то других источников. Ну, или судиться. В нашей практике был суд пару лет назад, когда наша медиаорганизация судилась с Минюстом и выиграли суд. А судились они именно на предмет отказа в предоставлении, то есть Минюст отказался давать данные, наши юристи судились, выиграли этот суд. Ну, этот суд. Но, конечно, естественно, мало у кого есть ресурсы на то, чтобы судиться, это очень сложно и дорого. Да? Слушаю вас. А можно вас спросить, вот если это решение можно потом будет получить? Просто интересно, на что ссылались ваши юристы. То есть я понимаю, что, конечно, страновое было законодательством, скорее всего, уже еще международный стандарт, применяли на этом иске? Я не знаю, я же не юристка, я знаю только итоги. Если вдруг у меня получится это легко достать, я тогда Азизию перешлю. Если получится. Да, если это как-то будет тяжеловато что-то, тогда сори, потому что я просто знаю этот кейс. Я могу, что я могу скинуть, я могу скинуть на статью, где про это писали, потому что наши журналисты писали об этом случае, вот это я могу. Давайте, спасибо. Хорошо. Так, ну что, последняя на сегодня такая теоретически практическая часть создания баз данных. Коротко, быстренько посмотрим. Значит, базы данных вы можете создавать сами, свои собственные, не через опросы, я имею в виду, то есть опросы это одно, вы также можете собирать какую-то информацию в интернете и создавать из нее какую-то базу данных своими собственными руками, и вам за это только все спасибо скажут. Например, это вот то, о чем я уже говорила про наши исследования о фемициде. Мы сами создавали эту базу данных о том, как, скажем так, используя различные перемены об убийствах женщин с 2010 по 2000, на тот момент был 20-й год, но поскольку мы в этом проекте до сих пор участвуем и он уже расширился и сейчас идут большие масштабные исследования по всем остальным странам Центральной Азии по фемициду, кроме Туркменистана, мы до сих пор во всей этой теме, то есть эта база данных регулярно мы ее заполняем. Вот таким образом она выглядит, да, то есть ты своими собственными руками из информации в криминальных сводках или в пресс-релизах или в новостях об убийствах женщин вытаскиваешь какие-то нужные тебе переменные и заполняешь их вот в таком табличный вид. Да, вот такая вот база данных. А еще, да что ж, я не туда вещу, а? Еще один пример, это мы делали базу данных о том, насколько инклюзивны входы в госучреждения в городе Ож, где коллеги просто физически обошли порядка 80 государственных учреждений в городе, делали замеры при помощи рулетки и углометра, не знаю, как называется, замеряли угол наклона пандуса, длину пандуса, ширину пандуса, ну, вообще говорили, есть ли вообще пандус или нет и так далее, и создали тем самым свою собственную такую базу данных инклюзивности входов в эти госучреждения. И еще один пример, это база данных интернет сайтов государственных органов Кыргызстана, где коллеги опять же сами создали более двух тысяч, они просмотрели даже около трех тысяч сайтов, трех тысяч наименований всех даже мини-ведомств на уровне аильных альмаков просмотрели, какие государственные ведомства существуют и проверили, есть ли у них веб-сайты. Для чего они это делали? Для того, что сейчас у нас вышел новый закон, когда все государственные органы обязаны ципровизироваться, иметь какой-то свой собственный веб-сайт. вот они создавали эту базу данных, где какой сайт, было ли финансирование иностранное или нет, кем разработан, когда, ну и непосредственно, конечно, ссылка на этот сайт. И эта база данных суперполезна, потому что сейчас ты можешь использовать ее даже для поиска какой-то информации о каком-то государственном учреждении и ведомстве. Тоже все это делалось собственными руками людей. Вы точно так же можете поступать создавать какую-то собственную полезную базу данных, потом анализировать ее. И для того, чтобы это делать, как мы это делаем, в основном это делается при помощи, конечно же, получения данных из интернета. И для того, чтобы как-то упрощать себе жизнь для сбора этих данных, зачастую мы прибегаем к инструментам так называемого парсинга или скрейпинга. кто-то слышал о таком, а может быть кто-то пользуется. нет. Окей. Что такое скрейпинг? скрейпинг – это технология извлечения информации из веб-страниц. Я не буду углубляться в подробности, но если коротко, например, каждый сайт в интернете, он написан, например, на каком-то языке программирования, например, на HTML. И если мы возьмем, к примеру, этот HTML, то этот язык, информация на этом языке о сайтах заключается в каких-то определенных унифицированных тегах. Ну, например, какая-то таблица, которую мы загружаем на сайт, она внутри, в коде этого сайта заключена в тег table, то есть таблицы, да? И вот что означает скрейпинг? скрейпить, это означает, что заходить в код самого сайта, искать там какую-то информацию, которую нам нужно, и забирать эту информацию и записывать ее в какой-то документ, в который мы хотим. Ну, то есть, условно говоря, если мы хотим заскрепить какую-то таблицу конкретную, мы пишем какой-то код, или же мы используем онлайн-инструменты, которые я сейчас покажу, которые позволяют эту таблицу как бы автоматически скопировать с сайта и вставить в какую-то нашу собственную таблицу. Вот, это если очень так примитивно говоря. Скрейперы бывают разные, как я говорю, самые как бы идеальные, наверное, это те, которые пишут под конкретный сайт сам программист, но у нас откуда ресурсов, у нас нет, мы все бедные НПОшники, у нас ничего нету, для нас уже эти все ресурсы разработали другие люди и существуют различные виды онлайн вот этих вот инструментов, которые позволят эту информацию забирать. Но чтобы было вот понятно вообще, наверное, вот на примере фемицида я просто покажу, да, вот смотрите, вот эта вот база, которая мы собиралась, она была основана на новость, то есть как мы делали, мы находили какую-то новость, в которой была описана смерть какой-то женщины, мы ее открывали и мы заполняли, но для того, чтобы заполнить, в первую очередь нам нужно было получить массив этих новостей, да, мы не могли же просто каждый раз вручную гуглить, нам нужно было получить вообще список, список вот этих вот всех новостей, которые нам нужно анализировать. И для этого нам как раз-таки и понадобился какой-то скрейпинг, допустим, если мы откроем какое-то новостное издание, вот, например, у нас есть такое издание, называется Кактус Медиа, откликнем на новости, нам нужно каким-то образом получить все эти новости вместе с ссылками в какой-то обычной таблице, да, чтобы можно было потом из них искать какие-то новости, которые нам нужны. И вот для этого мы можем пользоваться скрейпером. Скрейперы бывают разные. Один из самых простых, он называется Instant Data Scraper. вот он у нас вот здесь есть. Он реализуется в виде расширения на Google Chrome. Ой, здесь, видимо, ссылка не та, я поменяю. В виде расширения на Google Chrome устанавливается в виде вот такой вот надстройки, которую можно включать или выключать. вот, допустим, если я хочу получить, например, в табличном виде все эти новости, которые у меня сейчас есть здесь на странице, я захожу в страницу, которая мне нужна, нажимаю на мой Instant Data Scraper, и он, смотрите, автоматически находит всю информацию с этого сайта и показывает мне ее в табличном виде. Здесь можно какие-то колонки, например, убирать или менять, но вот что он нашел, да, он нашел ссылку, он нашел заголовок, при помощи которого я потом, например, в Excel-евской своей таблице могу фильтровать или применять какие-то регулярные выражения, чтобы искать данные, чтобы искать статьи только там об убийствах женщин, например, да, я свой пример привожу. И дата, когда была опубликована эта статья. Да, теперь я могу, например, это скопировать, пойти в свой, например, Google-таблиц или в Excel и ставить. И я получу вот в таком табличном виде все наши ссылки и заголовки для, например, этих статей. Этот же скрепер можно использовать для того, чтобы извлекать какую-то информацию из списка. Допустим, вот здесь такой есть хороший пример. Здесь есть ссылка, где в каком-то списке. здесь. Сейчас, секунду, здесь, наверное. Ну, вот, кстати, вот это. Вместо того, чтобы копировать, точно так же можно при помощи одного клика полностью забрать, видите, всю информацию. Потому что при копировании, например, мы можем это долго копировать, если список большой, мы можем потерять какие-то колонки, потом данные не со всех сайтов делаются легко, копируются и вставляются в нашу табличку и так далее. То есть, опять же, нажали, он нам быстренько эту информацию извлек. Сейчас я хочу показать, как же этот… Сейчас, наверное, вот здесь. Как можно брать… А, да. Можно забирать данные со списков, например. Взяли. Вот здесь есть, например, список, вот, допустим, социальное положение, да. И, например, я хочу выкачать все это социальное положение. Или, например, государственный орган. Ну, вот здесь их огромное количество. Мне, допустим, нужен весь этот список, этот список, да. Я могу точно так же сюда зайти, нажать на мой скрейпер, и он автоматически нашел мне все-все-все-все-все-все эти учреждения, которые в этом списке указаны. То есть, вот такая супер-супер, как бы, вещь, которая позволяет нам легко извлекать практически любую информацию из веб-страниц. Помимо того, что можно делать копипаст, можно использовать… Ну, потому что здесь вы, например, копипаст не сделаете. Можно использовать вот эти вот онлайн-скрейперы. Их несколько работают, они по-разному. Ну, здесь я привела два. Да, есть еще скрейпер, который называется DataMiner. Точно так же он добавляется через как расширение для Google Chrome. И он немножко сложнее, чем предыдущий. Там нужно побольше действий провести для того, чтобы его запустить. Но там есть очень подробные инструкции, как это, что делать. Преимущество этого скрейпера, что он работает на каких-то сложных страницах лучше. То есть, страницы, которые там как-то криво написаны, или где-то, где есть защита от скрейперов и так далее. Этот скрейпер работает там лучше. И, опять же, что еще? ChatGPT. Если вы уже пользуетесь, ChatGPT может скрейпить. Сейчас, например, мы можем... Я могу показать просто пример, как это делать. Допустим, нужно установить эту надстройку у скрейпер. Это легко делается. В Explorer ChatGPT мы находим. Находим тут, например, какой-то скрейпер настройку. Тоже точно так же, как с Google Chrome. Предположим. Нашли, установили его к себе. Вот я, например, себе установила. Теперь я захожу в него. И, например, говорю ему, там, я не знаю. скрейп, скрейп, скрейч, он, нюйс, нам, допустим. И даю ему этот несчастный каптус. Мы его часто скрейпим. Вот. Да? И он может... Калава делаем. И он нам сейчас вытащит оттуда те же самые новости. Ну, должен вытащить. Да. Те же самые новости, которые... Почему я перевел на английский? Окей. В общем, он вытащил, видите, список новостей. Можно ему еще сказать, что ты за скрейп, еще сделай это в табличном виде и не делай это на английском. Ну, то есть, в общем, факты стоят за фактом. Любые какие промпты мы чатGPT даем, мы, ну, как бы, осознанно, да, их даем. Это в качестве примера я сейчас показала, как мы... Как он может работать, да, при помощи этой настройки. Ну, и самое простое. Это настройка Table Capture, которая позволяет забирать какие-то легкие таблицы. Легкие таблицы сайта. Допустим, Души населения. Википедия. Ну, недостоверный, самый достоверный источник просто в качестве иллюстрации. Вот есть такая длиннющая таблица, да. Мне нужно эту таблицу, например, забрать. Копипаст там могут ошибки, как я говорю, потом еще иногда просто она может не вставляться должным образом. Мы после того, как эту надстройку Table Capture установили себе в Google Chrome, мы можем выделить вот здесь несколько строк какой-то таблицы, нажать правую кнопку мыши, найти нашу Table Capture, запустить. Он вот смотрит. Вот нашел 206 rows, 4 columns. И можем скопировать. И где у нас был какой-то лист? Создадим еще раз. Создадим какой-то листик. И вставим сюда, в нашем пабличном виде. Вот такую табличку получили. Вот. То есть, как минимум, 4 простых способа получения данных из интернета у вас есть. Конечно, я понимаю, что если вы никогда это не делали и не понимаете, ну, там, не сталкиваясь вообще с технологией скрепинга, сейчас это тяжело уложить в голове. Но если вы там погуглите, почитаете, все это достаточно понятно, очень легко в использовании. И поверьте мне, очень вам пригодится в случае, если вы постоянно работаете с данными из интернета, именно не с базами данных, а с какими-то данными или списками из интернета, эти инструменты будут вам очень полезны. Есть ли какие-то вопросы? Да, вопрос есть. К сожалению, большая часть это спикеров, которые вы показали, я их знаю. К сожалению? Хорошо же. Нет. Дело в том, что в моей специфике, например, вот анализ, есть такой портал единого дистрибьютора, иская форма церкви в Астанском. И вот там он слишком уже очень такой хитрый. Ни один скрепинга не может справиться, потому что там данные настолько спрятаны. Приходится огромное количество протоколов этих. Его не просто нужно найти, его нужно найти в документе по ссылке, по этой ссылке пройти, вытащить его. Он вытаскивается в HTM, в твоем формате, который не читается. В общем, блин, вот если бы... Мы даже пытались написать свой скрепер, правильный программистов, но задача слишком сложная оказалась. Ну, хотя бы, может быть... Очень правильное, справедливое замечание. Спасибо. Это действительно так. Не все данные, некоторые сайты, как я прикалываюсь, некоторые сайты настолько плохо написаны. А вот с некоторых сайтов нельзя вытащить, заскрепить информацию, запарсить информацию не потому, что они так хорошо написаны, а наоборот, очень плохо. То есть там нет унификации какой-то. Ну, по крайней мере, в Кыргызстане. А некоторые действительно делают очень много таких разделов, вложений, внутренних каких-то этих. Плюс еще ставят защиту от парсеров, что это сложно. Тут я могу только посочувствовать. Мы тоже с таким сталкиваемся часто. Но все равно мы пытаемся хоть как-то автоматизировать процесс. То есть даже вот, как я говорю, например, мы недавно выкачали с узбекского портала, там нужны были судебные решения. И мы хотя бы упростили себе жизнь тем, что мы выкачали все эти судебные решения, по которым мы потом проходились, чем с самого сайта проходиться по этим судебным решениям. То есть как-то... В общем, совет такой, что как-то пытаться все равно этот процесс автоматизировать. Иначе иногда это прям совсем тяжело. Да, спасибо за совет. Хорошо. Так, больше нет вопросов? Я тогда предлагаю 5-7 минут отдохнуть. Может быть, сходить в уборную, там перекурить, там кто-то что хочет. И давайте вот в 17.40 вернемся и быстренько еще попрактикуемся, кое-что посчитаем и немножко еще поговорим о манипуляциях данных. Хорошо? В 17... Так, по Алматы в 16.40. Если по Бишкеку, то в 17.40. Возвращайтесь, я буду вас ждать. Хорошо? Хорошо. 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 Произвестировать данные и как делать выводы корректно. Ну, дайте мне какую-то реакцию, что меня слышно, что здесь кто-то есть. Слышно? Ага, точно есть. Спасибо. Классно. Вот. Вопрос такой быстрый. Давайте спрошу. Сколько из нас знают или работают именно в Google таблицах? Можете поставить плюсики, может быть, в чате, если вы работаете? Круто. Ну, классно. Все, тогда будет нам попроще. Да, я не к тому, что мы будем какие-то сложные сегодня расчеты делать, нет. Просто покажу несколько приемов, о которых иногда... Мы забываем, когда мы какие-то данные считаем, анализируем, какие-то выводы получаем. Начнем мы с небольшой такой еще одной презентации. Не пугайтесь, она будет такая веселая. Веселая. Самая большая проблема, с которой мы часто сталкиваемся, когда мы анализируем какие-то датасеты, это расчет вообще и интерпретация средних значений. Я не знаю, я уже сегодня на эту картинку 300 раз, по-моему, натыкалась, когда не туда кликала, вы ее уже видели. Но вообще знакомая ситуация. По-моему, я очень часто слышу, когда, например, статкомитет для налогов публикует, говорит, вот 40 тысяч сумм средняя зарплата, и у меня все, да где вы видели эти зарплаты? Да? Знакомая ситуация? Кто как бы сталкивался с чем-то подобным? Да, бывает. Как в анекдоте. Да, и на самом деле это проблема средних величин, да, потому что очень часто, когда мы считаем простое среднее арифметическое, мы в случае, если у нас в наших данных есть какие-то длинные хвосты, да, то есть так называемые аномальные данные, то приходит, ну, появляется вот такая ситуация, когда у нас, да, капуста, фарш, в среднем я ем голубцы, кажется, да, средняя температура в больнице. Вот это что-то я не помню. Ну-ка скажите, что там про среднюю температуру? Ну, это в морге ноль, а в реанимации плюс сорок. В среднем двадцать, да. Да, в среднем нормально тридцать шесть и шесть и все. Да, в этом проблема средних. Особенно, если мы анализируем какие-то данные, связанные с доходом или с зарплатой, это всегда такую острую боль вызывает. И в этом случае я бы хотела, что если вы будете проводить какие-то свои там опросы про доходы и так далее, чтобы вы в этот момент учли при интерпретации также, в принципе, в любой, любые средние арифметические, которые, когда мы считаем, мы как бы смотрим, насколько там в распределении этих данных есть аномалии, насколько сильно они отличаются, и можем ли мы эту среднюю корректно интерпретировать. В этом случае есть несколько приемов, что можно делать. Ну, первое, если мы говорим о зарплате, вместо того, чтобы считать средние арифметические зарплаты, мы можем посчитать, например, медиану. Что такое медиана? Медиана — это разновидность среднего значения, но в отличие от среднего арифметического, которое считается как сумма значений, разделённая на количество данных, и в этом случае если у нас есть полтора миллиона тенге, которые получает ректор, он значительно увеличивает числитель, сумму сильно увеличивает, за счёт чего средняя как бы растёт. то медиана она не рассчитывается каким-то вот таким способом суммирования деления, это просто середина ряда ранжированного по возрастанию, то есть, условно говоря, мы взяли всех наших людей, выстроили их по уровню зарплаты, да, там, от самой меньшей к самой большой, и нашли посередине человека, и вот это вот будет являться медианной зарплатой, то есть, это будет в среднем, точнее так, это будет какую зарплату получать средний человек. И в этом случае, если мы считаем, например, среднеаритметическое и медиан, и мы видим, что они близки друг к другу, то проблем нет, значит, достаточно такой однородный ряд у нас, вот, но если есть большие различия в этих двух величинах, это повод задуматься и изучить более подробно ваш ряд, ваш датасет, ваши данные изучить. Также есть еще одна величина, которая называется мода, это тоже разновидность среднего значения, которая находит самый, самое наиболее чаще встречающееся значение в нашем датасете, да, поэтому называется мода, да, что-то модное, ну, в общем, модальное, да, модальное значение, что чаще всего, какое значение чаще всего присутствует в этом ряде, тоже показатель, который может быть полезен для вашего анализа, для вашей интерпретации. Давайте, так, я думаю, нам сразу посчитать, или потом, давайте мы посмотрим все возможности манипуляции данных, а потом все за раз посчитаем. Со средним арифметическим понятно, в принципе, наверное, часто сталкивались, примерно понимаете, к чему это может приводить, или что-то нужно, еще, может быть, поговорим. А как посчитывать медиану, если четное количество строк? В этом случае оно посчитает среди арифметического двух ближайших, вот, посередине. Понятно. Понятно, да, то есть он возьмет там, получается, два ближайших, которые лежат, между ними среднюю посчитает. Хорошо. Следующая проблема. Это так называемый черрипикинг, сбор вишенок с английского языка переводится. Это когда мы каким-то выборочным способом представляем данные, таким способом, что это нам выгодно. Самый классический пример вообще черрипикинга в мире это реклама. Особенно, когда рекламируются какие-то лекарства и пишется, что вот это лекарство, эффективность его там 99%, а внизу где-то мелким шрифтом написано, что проводилось там испытание, эти исследования проводились на 10 людях, из которых 99% сильно и не болели ничем, да, ну то есть в таком ключе. То есть это самое распространенное, самое распространенное черепикинг, который в мире происходит. Я, кстати, буквально сегодня столкнулась с такой ситуацией у нас в Бишкеке. У нас была акция, у нас есть такая лаборатория, называется Аквалаб. И они анонсировали акцию к 15 октября, когда был Всемирный день девочек, о том, что в этот день можно было бесплатно сдать анализы на онкомаркеры рака молочной железы и рака матки. Но потом вот они написали, что можно сдать еще и в другие дни, если ты 15 октября не успел, ты можешь сдать в другие дни, и анализ вместо 2 600 будет стоить 600 сумм. И сегодня я пошла и оказалось, что да, анализ стоит 600, но сдавать его нужно только в одном пакете. Его нельзя отдельно сдать, ты можешь сдать его в одном пакете и весь этот пакет анализов будет стоить 3,5 тысяч. То есть это та проблема, когда ты показал, вроде бы ты не соврал, вроде бы правду сказал, но остальные детали опустил и как бы решил о них умолчать в своей какой-то рекламной акции. Это не очень хорошо, потому что мы встречаем такие вещи и в исследованиях, и в дата-журналистике тоже такое встречается, и нам нужно как бы этого избегать. То есть мы черепикинг делать не хотим. Еще один пример, когда часто он встречается, встречается очень часто в визуализации данных, когда люди строят графики, как нам вот, допустим, если мы посмотрим на этот пример, это данные о проценте уровня раскрываемости преступлений в Кыргызстане, и на данном графике мы видим, ну, во-первых, мы видим, что у нас ось как бы так глубоко посажена, она не началась с нуля, и мы видим, что действительно, если смотреть с 2019 года очень сильно повысилась раскрываемость преступлений, и наша прекрасная МВД работать стала очень хорошо, и вроде как все хорошо, но есть одно но. На самом деле, реальные данные выглядят таким образом. Проблема была в том, что в 2019 году поменялся уголовный кодекс, и была изменена методика оценки вот этой вот раскрываемости, и этот год был провальный, то есть там они пока там делали какие-то стандарты, приводили это все-все, это привело к тому, что вот процент этой раскрываемости был посчитан на уровне там 36%, хотя, ну, на самом деле он был выше, да, как бы по этой методике, и на следующий год они все исправили и стали опять нормально считать. И по сути, что мы видим на этом графике, что процент раскрываемости даже, можно сказать, по сравнению, да, за 10 лет, по сравнению с предыдущими годами, он как бы так-то поменьше стал, да, вот. И это вот вопрос такой очень, реально, очень такой крутой манипуляции данными, когда ты показала только вот какую-то выгодную для себя историю, скрыв важную информацию, которая влияет на интерпретацию восприятия выводов из этих данных. еще один пример. Я здесь привожу в пример чиновников. Очень любят делать чиновники такие вещи, как игнорировать относительные показатели, все показывать в абсолютных величинах, и рост прекрасен, и объемы колоссальные, и так далее. Вот, слева пример нашего вице-премьера, который показывает правду, но он показывает только номинальную зарплату, как растет номинальная зарплата, при этом не говоря о том, что параллельно растут и цены, параллельно увеличивается инфляция, и на самом деле реальный рост зарплаты, он гораздо меньше, чем тот, номинальный рост, который показан на этих стратосферических данных. То же самое, как и с объемами ВВП, что Путин и Назарбаева, я нашла, что они постоянно стремились по объемам ВВП войти в какой-то топ, при этом игнорируя тот факт, что та же самая Россия, это большая, очень большая страна, и что на самом деле, если мы будем смотреть на соотношение ВВП на душу населения, то о каких-то топах пятерок, десяток и тридцаток говорить не приходится. То есть происходит такое мощное игнорирование каких-то относительных показателей. Это тоже разновидность этого черепикинга, когда мы показываем только то, что мы хотим декларировать. Или еще один пример с миграцией, когда мы показываем опять же вроде как правдивые цифры по количеству преступлений и росту преступлений, которые совершены были мигрантами, например, и так далее. Но при этом игнорируем тот факт, сколько в удельном весе, сколько в процентном соотношении вообще мигранты совершают преступления. Вот здесь я просто привела в пример какие-то оценки, что например в данном случае рост преступности миграции пусть он есть, столько-то преступлений совершилось, но в общем потоке всех преступлений эти преступления составляют всего 2%. Но в зависимости от того, какой госорган эту информацию подает, в каком выгодном для него ключе эта информация подается, так и какая-то дополнительная статистика она скрывается. И вот в нашем случае, когда мы делаем эти наши исследования, нам, конечно, всячески нужно такие вещи избегать и такого не делать. Вообще черепикинг это реально большая проблема, которым многие исследователи грешат, многие журналисты, даже я думаю, что я совершала такие ошибки. к черепикингу можно относить и те примеры, когда мы сравниваем несопоставимые какие-то временные периоды. Допустим, мы нашли какую-то цифру за 7 месяцев какого-то года, который нам очень нравится, который вот так нам наши выводы поддерживает или так далее, и мы как бы игнорируем тот факт, что она не за весь год, а за 7 месяцев. И говорим, ну ладно, это ж ерунда какая-то. На самом деле так делать нельзя. То есть мы должны сравнивать только сопоставимые периоды. Если у нас информация какая-то есть за полгода какого-то года, то мы не можем сравнивать ее с информацией за один год. Мы должны найти данные везде за полгода и сравнивать только данные за полгода. Периоды должны быть сопоставимыми. Или, например, недавно я наткнулась на статью одного издания, где данные прошлых лет объясняли процессами, которые происходят сейчас. То есть по сути мы пытались объяснить то, что произошло в 23-м году, чем, что ввели в 24-м. так тоже, конечно, делать ни в коем случае нельзя. Или вот еще один могу тоже пример привести, когда нужно быть внимательными. Сейчас у меня есть одна группа, прекрасные в МИНТИ тоже мои, и мы нашли данные по уровню контрацепции среди женщин репродуктивного возраста в Кыргызстане, и там какие-то просто очень низкие проценты, там 16%, и пишут, что вообще Кыргызстан находится, значит, на таком очень низком уровне вообще планирования беременности, контрацепции и так далее, но при ближайшем рассмотрении оказалось, что эти данные охватывают женщин, только тех женщин, которые уходят в государственные поликлиники, то есть эти данные не учитывают данные частных медицинских центров, частных медицинских клиник и так далее, и это на самом деле такой хороший звоночек о том, чтобы задуматься на самом деле об этом уровне контрацепции, потому что нужно понимать, что контрацепция это дорогая вещь, особенно если это какие-то там гормональные препараты и так далее, и вполне возможно, что те женщины, которые посещают государственные учреждения, у них просто нет денег на приобретение этих дорогих препаратов, то есть из этих данных исключается большой пласт женщин, которые ходят в частные клиники и сразу уже как бы по-другому играет, скажем так, контекст вокруг этих данных, ты уже думаешь, окей, давайте будем покопаемся там вокруг дохода или еще запросим данные у частных клиник и так далее. То есть просто брать одну какую-то цифру, принимать ее за веру, вокруг нее строить какое-то свое исследование ни в коем случае нельзя. Нужно всегда понимать контекст ваших данных, нужно обязательно понимать, в каких условиях кем эти данные собирались, для кого они собирались, кто эти данные предоставляет вам, какая методология сбора этих данных, какие ограничения были при сборе этих данных. Все это нужно очень тщательно изучать и понимать, только после этого вы сможете делать какие-то свои корректные выводы. И точно так же в ваших исследованиях мы тоже рекомендуем, чтобы вы всегда все вот эти ограничения методологические, ограничения по сбору, ограничения по анализу и получению данных прописывали для тех людей, которые будут читать ваши исследования. Вот. Есть ли тут вопросы? Или, может, какие-то комментарии? Или, может быть, захотите поделиться своей какой-то историей, где-то вы встречали манипуляцию, что-то вам запомнилось? Было бы очень интересно. Нет? Здесь, наверное, просто неожелающих нет. Одну историю хочу рассказать. У нас гусорганы Казахстане очень часто любят манипулировать такими данными, особенно моя сфера это мирздрав. И у нас нету, поскольку я раньше обладал диабетическую ассоциацию и у нас была одна из функциональных частей наших в предоставлении статистической информации для Международной Диабетической Федерации. И мы собирали данные. Вот здесь очень интересный подход к сбору данных от госорганов, потому что не всегда, даже если вы подготовите, мы готовили для них специальную табличную форму с указанием МКБ кодов заболеваний и прочее. То есть очень четкую таблицу, в которой очень сложно ошибиться, но они умудрялись ошибаться. И вот сейчас, вот больше 10 лет я этим занимаюсь, мы сейчас допустим такой статистической информации когда собираем, мы пришли к тому, что для того, чтобы собрать более-менее реальные данные, мы берем ее из разных источников. То есть допустим, мы берем из электронного регистра диспансерных больных или регистра прикрепленного населения, в УСК-формации мы берем из их системы, а у фонда соцместстрахования из их системы, и потом мы проводим корреляцию этих данных, и тогда видим более-менее картины. Потому что каждый из госорганов прячется в те данные, которые хочется показываться. Только таким образом можно увидеть реальную картину и только, кстати, советовать тем, кто будет работать с госорганами. Да, да, спасибо. Да, чем больше источников информации есть у нас всегда, тем лучше, потому что так мы реально можем сравнить, посмотреть, да, как-то найти где-то какие-то несостыковки и понять, что, кстати, вот эти несостыковки могут являться также предметом нашего исследования, да, вообще, почему так происходит и так далее. Да, спасибо за совет. Кто-нибудь еще может хочет что-то сказать? Окей, хорошо. Тогда давайте мы быстренько посмотрим, как работать в Google таблицах и что-то посчитать. Значит, если, я так посмотрела на скидку, очень много ответили, что в Google таблицах уже работали, но я буквально коротко, коротко скажу, что это такое. Google таблицы это инструмент от Google, который позволяет, условно говоря, вот как Microsoft Office есть на Windows, это та же самая похожая система, только у Google в онлайне. То есть у Google есть и Google таблицы, которые как аналог Excel, скажем так, да, Google документы аналог Word, Google презентация, аналог PowerPoint и так далее. Интерфейс как бы очень похож на Excel, но несколько, я работала раньше в Excel, сейчас я перешла полностью на Google таблицы, могу сказать, что для меня преимуществом Google таблицы является то, что он работает, этот инструмент работает в облаке, при условии наличия интернета ты вообще можешь без проблем работать, но также ты можешь работать и в оффлайн режиме, если у тебя интернета нет, но когда интернет появится, твой файл автоматически сохранится, то есть мне не нужно устанавливать никакое дополнительное программное обеспечение на мой комп, плюс еще очень много возможностей у Google таблиц формулы, возможности анализа, связанные там с работой в интернете, ну я не знаю просто на вскидку например в Google таблицах можно использовать функцию Google Translate чтобы переводить автоматически сразу же какие-то переменные там на любой язык на кыргызский на любой ну допустим когда это полезно когда например я выкачала данные по странам на английском языке да все эти страны и я хочу публиковать эту таблицу или делать график или публиковать какую-то карту и мне нужно чтобы все эти названия стран моих стали на русском языке я могу просто при помощи простейшей формулы перевести все эти страны за 2 секунды да в Excel подобных функций нет то есть есть такая интеграция мощная работа в интернете между Google таблицами ну и еще на самом деле как мне кажется Google таблицы они более юзерфрендли они более понятны они дают тебе очень много подсказок здесь сейчас внедрен искусственный интеллект очень многие вещи он просто за тебя делает он говорит вот здесь ты хочешь так сделать ну вот нажми на эту кнопку хочешь так сделать нажми на эту кнопку вот поэтому если вы еще не работаете в Google таблицах просто поройтесь покопайтесь может быть вы найдете этот инструмент для себя тоже интересным или полезным как я сказала вот интерфейс очень похож чем он отличается это кстати еще совместной работы то есть ты можешь работать совместно с другими своими коллегами или там я не знаю друзьями какие-то документы совместные создавать где несколько человек могут одновременно работать в этом документе это делается при помощи настроек доступа сейчас я хочу если вдруг кто-то из вас про Лени со мной захочет тоже что-то считать я вам сейчас скину ссылку на этот документ в чат зума вот если вдруг захотите что-то считать параллельным пожалуйста welcome что единственное что я скажу вам что поскольку нам не нужно чтобы много людей работали сразу совместно со мной для вас я сделала ограничение возможности редактирования но вам нужно просто создать свою собственную копию для этого нужно зайти в файл создать копию и где-то сохранить на своем гугл диске вашу копию и в этой копии вы уже сможете работать то есть она уже будет открыта для редактирования еще раз показываю файл создать копию работайте в копии вот ну давайте посмотрим самое первое и простое вернемся к примеру средней зарплаты и посчитаем посмотрим как можно здесь это посчитать что посчитать ну давайте допустим средняя арифметическая зарплата мы посчитаем вот делаем это мы точно так же по образу подобию то есть вот смотрите у нас данные которые сама придумала честно указала источник очень важно везде своих данных в таблицах в графиках которые вы будете использовать я в руководстве тоже об этом отдельно говорю всегда указывайте источники даже если это ваши собственные данные конечно сама придумала писать не стоит но например если это будут данные вашего опроса вы можете написать данные полученные в рамках опроса в таком-то таком-то исследовании но источник любых данных указывать нужно в исследованиях всегда вот значит ну давайте посчитаем средняя арифметическая зарплата для этого мы как во всех экселях ставим сначала знак равно и пишем функцию вспоминаем как работает эксель эксель работает таким образом что ты говоришь ему что я сейчас буду что-то считать ставя знак равно потом пишешь название своей какой-то функции а в скобках к этой функции ты указываешь диапазон данных по которому нужно произвести вычисление в данном случае вот вы видите достаточно много разных средних есть на каждую из функций в google таблицах есть справка в интернете вы можете например спокойно написать с с знач google таблицы выйдет сразу справка от google где очень подробно описывается что означает видите каждая функция как она рассчитывается какие аргументы у этой функции и более того вы можете здесь уже приведен пример вы можете создать копию этого примера и посмотреть как что-то рассчитывалось да то есть своими глазами вы можете посмотреть как применялась формула как она выглядела и так далее очень-очень удобно ну вот в данном нашем случае мы хотим просто посчитать обычное среднее арифметическое выделяем наш диапазон и он нам уже подсвечивает среднее арифметическое значение которое как мы уже видели в примере в том мемасном составляет 310 тысяч да то есть вот у нас здесь вот эти 800 тысяч и полтора миллиона тенге сильно оттянули среднее арифметическое в сторону большего и у нас получается в нашем диапазоне 8 человек получают зарплату в 3 раза ниже средней что не очень хорошо с точки зрения интерпретации этих данных можем посчитать медиану я уже говорила медиана это значение которое лежит в середине ранжированного ряда функция медианы также называется медианом опять мы выделяем все наши значения ну и неудивительно поскольку пример такой топорный экстремально примитивный было понятно что наша медиана будет равна 100 тысячам вот она здесь в половинке лежит ну и мода кажется тоже очень легко здесь мода будет равна тоже 100 тысячам это самое часто включающееся значение в данном данном дата сайте насчет моды единственное что я вам хочу сказать что важно понимать что здесь в этой функции мода будет считаться при условии точного совпадения данных то есть вот если бы здесь было бы например 1001 1002 1003 1004 все бы данные отличались хотя бы на одну единицу функция бы не смогла найти моду потому что не было бы самого как бы популярного значения как бы точного вот этот момент нужно учитывать вообще когда вы смотрите когда вы хотите использовать моду вот но в случае с медианой в случае со средним арифметическим проблем нет можно рассчитывать по данном случае как бы я поступила если я вижу вот такие вот сильные отличия между средним арифметическим и медианой в случае если это доход то я бы писала в своем исследовании про медианный доход вот в случае если это какие-то другие данные не обязательно имеющие отношение к доходу я бы изучила бы вот эти вот экстремальные аномальные значения и методологически подумала что с ними делать как можно можно ли использовать эту среднюю и так далее то есть как бы я не просто бы забила бы на это я бы подумала что можно делать с этими данными и вообще почему откуда такая природа этих аномалий здесь понятно откуда эта природа у нас там руководители всегда получают гораздо больше но каких-то других данных я всегда думаю окей а почему здесь вдруг в моем достаточно однородном датасете возникает одно два три числа которые сильно отличаются от других данных это уже такой момент вам подумать изучить и понять а вообще может быть насколько это корректные данные насколько правильные и так далее или может быть это дополнительный стимул для изучения почему данные так сильно отличаются здесь вопросов нет все понятно хорошо посмотрим еще один пример это пример который связан с так называемой нормализацией когда мы не можем сравнивать между собой показатели не являющиеся сопоставимыми в частности например как в примере с ВВП да то есть у нас есть страны с разными с разной численностью населения и говорить что в одной стране чего-то больше чего-то меньше не учитывая при этом размер популяции не является корректным вот здесь я привела нашла это реальные данные здесь все источник ссылка все данные о числе больничных организаций в 2023 году вот если посмотреть на вскидку давайте посмотрим где меньше всего у нас организаций кто может сказать так на вскидку я еще заодно вы со мной Улытау Улытау да 13 но больше всего вот здесь видно Шимкент в Алматы тоже неплохо Дзамбылская область неплохо да Карагандинская и так далее но значит ли это все что вот например условно говоря в городе Шимкент самый большой доступ к больницам или нет значит ли это что в Улытау самый плохой доступ к больницам или нет как вы считаете зависит от того сколько людей в городах этих проживают да население разное поэтому прежде чем сделать какой-то вывод о доступности медицинской помощи нам нужно пересчитать данные показатели в зависимости от численности населения области или города что мы сейчас с вами сделаем вот у нас тут есть данные по численности населения которые я скрыла если кто-то считает сделать себе копию откройте столбец С там была такая стрелочка на нее можно нажать и давайте посчитаем как вообще это рассчитывается кто знает давайте вот наверное мы все слышали или в статистике очень часто видели какие-то показатели на там тысячу населения на сто тысяч населения на миллион есть понимание что это такое да да ну вот мы часто мы часто в статистике видим такой показатель например число заболеваний на сто тысяч населения это делается как раз таки для того чтобы сравнить либо между собой какие-то регионы и области у которых разное население либо сравнить в динамике эти показатели потому что население растет всегда да ну во всех странах почти но не во всех население растет следовательно поскольку население растет заболеваемость тоже растет это просто такой статистический факт и вот для того чтобы понимать уровень заболеваемости растет или нет или сокращается принято пересчитывать эти показатели на тысячу населения на сто тысяч населения или на миллион населения. Эти вот эти 100 тысяч, тысячи и так далее, это усреднённые показатели, то есть это нереальные какие-то люди, это просто усреднённые показатели в среднем. Если мы возьмём, не знаю, город Алматы, разобьём на группы по 100 тысяч людей всё население в среднем, вот на каждую эту условную 100 тысяч населённую группу будет приходиться вот столько-то больниц. Это такой абстрактный усреднённый показатель. Не нужно думать, что вот в этой группе 100 тысяч людей, вот там столько-то точно будет больниц. Нет, это в среднем абстрактно. Но это позволяет нам производить вот эти сравнения между областями, например. Поэтому я предлагаю сейчас, мы с вами посчитаем, на 100 тысяч населения количество этих, значит, больниц. Делается это очень просто. Смысл этого расчёта такой. Мы сначала считаем количество больниц на одного человека. Вот как, может быть, если проще мыслить, как ВВП. ВВП на душу населения, предположим, мы хотим посчитать. Как мы посчитаем? Мы разделим весь ВВП всей страны на количество людей. И мы получим ВВП на душу населения. С больницами то же самое. Мы возьмём для того, чтобы посчитать, сколько в среднем на одного человека приходится больниц, мы возьмём количество всех больниц в этих, в этой области и разделим на количество человек, живущих в этой области. Правильно? Итак, пусть вас не смущает этот странный показатель с нулями, и что 35 гораздо меньше, чем 607 тысяч. То есть, ну, это такие показатели. Всего в области 35 больниц. Сколько приходится больниц на одного человека? Для этого мы 35 делим на 607 тысяч 556. И вот теперь, для того, чтобы понять, а сколько в среднем будет приходиться там на тысячу, на сто тысячу или на один миллион, мы должны вот этот множитель к этому соотношению добавить. То есть, для того, чтобы посчитать, сколько в среднем больниц приходится на сто тысяч человек, мы вот это вот соотношение на одного человека умножаем просто на сто тысяч. И вот, кстати, по таблице автозаполнения мне предлагают распространить эту форму. Вот. Вот что мы получили. Вот такой показатель. Сейчас его можно уменьшить, его разрядность, например, до запятой одной, до десятичной доли. И что мы видим? Мы видим, например, что в Абайской, если правильно говорю, области, в среднем на каждые сто тысяч населения приходится пять и восемь больниц. А в Алматинской области на каждые сто тысяч населения в среднем приходится чуть меньше трех больниц. И так далее. Можно посмотреть, что оказалось с Шимкентом. Действительно, несмотря на то, что это густонаселенный город, все равно количество больниц настолько большое, что в среднем на сто тысяч человек, на сто тысяч жителей этого города приходится порядка восьми больниц. И вот такой полезный расчет, когда мы уже теперь можем спокойно говорить и сравнивать между собой области и говорить о доступности медицинской помощи в той или иной области. То есть интересно, что там, условно говоря, Кастанайская область и та же самая, по-моему, Алматинская область, где примерное количество больниц одинаковое, что мы могли бы написать, если бы мы изучали эти две области. Вот в Алматинской и Кастанайской области количество больниц одинаковое. Но если мы смотрим на населенность этих областей и сравниваем доступность, то мы видим, что в Кастанайской области доступность этих медицинских учреждений в два раза больше. Точно так же, по этой же аналогии, этот множитель может быть любым, но главное, чтобы он был везде одинаковым. То есть всё мы должны сравнивать на тысячу людей, на сто тысяч или на десять тысяч, или на один миллион населения. Тут всё понятно? Кастанайская область. Классно. Супер. Ну и остался последний пример. Это процентное изменение и доля. Тоже два очень часто используемых показателя в статистическом анализе, в исследовании, которые мы используем. Это данные по заболеваемости раком. Так, вот здесь должно быть написано новообразованиями. Это, да, заболеваемость как бы онкологическими заболеваниями среди мужчин и женщин на динамике в Кыргызстане. Первое, что я хочу показать, это, например, как нам посчитать долю, например, мужчин. Процент от всего, да? Сколько процентов болеет? Давайте здесь напишем в 2023 году, например, чтобы проще было. Сколько процентов мужчин болело в 2023 году? Сколько процентов женщин? Как мы это делаем? Тоже по достаточно интуитивной формуле, да? Когда мы должны, например, число мужчин поделить на что? Кто-нибудь подскажет? Общее количество. Общее количество всех заболевших людей. Правильно? На сумму мужчин плюс женщин. Правильно? Ну, таким образом. То же самое с женщинами. Здесь из-за того, что мы сместили формулу, автоматически он ее сместил. То же самое с женщинами. Вот мы видим, что в среднем мужчины меньше заболевают раком в Кыргызстане, чем женщины. Что для меня, как для женщины, очень жаль. Вот. Процентная доля. Считается легко. Просто запоминаем. Маленькое делим на большое. Часть делим на целое. Переводим в проценты. На 100 умножать не нужно. Проценты в Google таблице можно просто перевести в процентный формат при помощи значка вот здесь на панели задач. И последний показатель, который хочу показать, это процентное изменение. Что такое процентное изменение? Кто-то слышал такое? Или может оно еще как-то по-другому называется? Бегмурза, ты слышал? Рот в процентах? А? Рот в процентах? Это когда мы считаем, сколько от общего числа мужчин заболели. и правильный процент заболеваемый. Да, но нет. Здесь неважно проценты от мужчин или от женщин. То есть процентное изменение – это процентный рост. Еще называется это темп прироста. В статистике это называется темп прироста, когда мы считаем, насколько процентов выросла или уменьшилась заболеваемость. В данном случае отдельно по мужчинам, отдельно по женщинам. То есть наша задача сейчас посчитать. Вот в 2023 году заболело 2745 человек, мужчин, а в 2022 году было 2831 человек. То есть в данном случае подростом, понимаете, падение, потому что мы видим, что сократилась заболеваемость среди мужчин за эти два года. И посчитать, на сколько процентов выросла заболеваемость среди женщин. В 2023 году у нас состояло 3371, а было 3365. То есть на 6 женщин больше диагностировали. Но нам нужно посчитать это в процентах. Потому что если мы скажем, на 6 человек выросла заболеваемость, это мало что дает людям для понимания. 6 – это много или мало, а сколько была база и так далее. В процентах гораздо нам проще понимать. Считается это тоже очень легко. Все подробные формулы есть в руководстве. Как их выводить, чтобы их посмотреть, вы сможете это все в руководстве посмотреть. Сейчас же я просто покажу упрощенную формулу, чтобы это процентное изменение посчитать. Нужно данные последнего периода, то есть в нашем случае это 2023 год, разделить на число предыдущего периода, то есть с чем мы сравниваем, то, к чему мы пришли, мы делим на то, что было раньше, и отнимаем единичку. То же самое сделаем по женщинам. И потом вот эти два показателя переводим в проценты. Вот за две секундочки аналитику мы сделали. То есть что мы получили? Что численность вновь зарегистрирована заболевших мужчин онкологии в 2023 году сократилась на 3%, а число женщин в аналогичной ситуации выросло на 0,18%. То есть что мы видим? Это уже на скидку прям, ну то есть сразу можно какие-то цифры, какую-то аналитику говорить, что мало того, что среди женщин заболеваемость в принципе выше онкологии, так и еще и мы видим, в отличие от мужчин, мы еще видим и рост этой заболеваемости. То есть очевидно, что здесь это какая-то уязвимая, более уязвимая группа, и нужно как бы продолжать изучать, чтобы дальше понять, что происходит, за счет чего и так далее. Но уже на скидку, какой-то такой небольшой, интересный анализ мы провели, какие-то первичные, интересные выводы мы получили, которые мы можем использовать дальше в своей какой-то работе. Вот. Есть ли какие-то вопросы? В целом на этом я как бы завершаю именно ту работу, которую я запланировала. По-моему, мы, вот чуть-чуть как в чуть-чуть у нас сейчас должен закончиться как раз вебинар в 17.30 по Алматы. Но если какие-то есть вопросы, я сейчас с удовольствием на них отвечу. Скажите, пожалуйста, вот это пособие, оно будет где-то размещено? Вот Азиза сказала, что она всем его даст. Да, давайте я отвечу тут. Оно будет размещено на нашей медиашколе. Как только мы его туда разместим, я буду делать рассылку всем участникам данного вебинара с ссылкой на это пособие. Спасибо. Савья, большое спасибо. Было очень полезно узнать про скреперы и про все вот эти функции в Google таблицах. Спасибо, Светлана. Спасибо, Светлана, за фидбэк. Если еще какие-то вопросы, отвечу. Я сейчас быстренько, если позволите, пока вы, может быть, чуть-чуть подумайте. Я, значит, просуммирую, кому что-то пообещала, чтобы я не забыла, потому что я привыкла к обещаниям выполнять. Значит, нужно с Азизой поговорить, можем ли мы посмотреть анкету одной из участниц. Она напишет Азизе. Второе, я пообещала скинуть статью про Минюст суд, наверное, по-моему, Роману или Руслану. Да, все верно, не обещали. Роману. Это тоже тогда Азизе. Так, и что, кому все, больше ничего не обещала, да? Если обещала, скажите. Все, ну, запись и презентацию я вышлю Азизе, Азиза вам перешлет. А презентацию, ой, а запись, это Азиза тоже, видимо, сама, значит, не идет. Ну, все тогда. Хорошо? Хорошо. Да, Асель, пожалуйста. Здравствуйте, спасибо большое. Вам за семинар было очень интересно, много нового для себя узнала. И я хотела еще обратиться ко всем участникам. Мы, как партнеры с IWPR, хотели также сообщить, что 29-го у нас будет еще один вебинар. Его будет проводить Абай Мирхин. Вебинар будет. Тема такая, автоматизация бизнес-процессов с помощью бесплатных лицензий Microsoft Business. То есть Абай нам расскажет, как некоммерческие организации могут использовать различные бесплатные лицензии Microsoft, как автоматизировать свой бизнес-процесс и так далее. Анонс будет на страницах InMira и WPR. Где-то завтра, послезавтра уже будет вся информация и 29-го в вторник мы будем проводить вебинар. Спасибо. Ну все, тогда спасибо большое. Ой, меня и там слышно, и тут. Большое спасибо. Я желаю вам огромных успехов в ваших исследованиях, в вашей работе. Пусть у вас все получается. И желаю вам, чтобы у вас было побольше хороших, качественных данных. Всего вам доброго всем. Спасибо большое, Савья. Спасибо, дорогие участники. До встречи. До свидания. Пока-пока всем. До свидания. Спасибо. Даня, спасибо большое. Спасибо большое. До свидания. Спасибо большое. До свидания. Спасибо. Продолжение следует...